Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Дед Мороз Пользуйся мобильным телефоном. Ну, что делать? Век современный. Дедушка тоже очень часто заказывает в последнее время в подарок именно мобильный телефон. И дедушка пользуется различными приложениями, смартфонами. В общем, все это я умею уже. Отлично. Меня Снегурочка научила. Современный дедушка у нас. Снегурочка современная научила деда. Кстати, вот Снегурочке привет можно передать? Давай, дедушка, вот на эту камеру. Вот, давайте, говорите. Куда? Вот сюда смотришь-то. Вот у огонек горит, дедушка. Снегурочка, привет! Оливье, готовь, давай, там. Да, сегодня обещал Санкт-Клаус сам подъехать на оленях, да. В честь дня рождения. Да, вот якутский дедушка Мороз тоже обещал забыть. Но ничего не понятного. Вечеринка назначена, правильно? Вечеринка будет сегодня грандиозная. То есть получается, что пока дед Мороз поехал к нам на эфир в студию, Снегурочка уже с утра пораньше встала. Конечно, готовит. И оливье, да, любимый салат дедушки Мороза. Дедушка, день рождения это хорошо, а подарки-то деточкам, подарки-то готовишь? Ой, готовлю. Вот именно сегодня мы уже открыли свою почту и начали принимать письма. От детишек. Так что, ребятки, пишите Дедушке Морозу, но перед этим дайте прочитать своим родителям. Тогда уж наверняка все будет хорошо и волшебство произойдет. А письма, дедушка, только за месяц перед Новым годом принимаешь или весь год? Весь год принимаю. Но вот как раз с 18 ноября мы открываем почтовый ящик прямо в Великом Устюге. И туда детишки прямо бросают как бы напрямую и быстрее письмецо доходит. Дедушка. А так можно и по электроночке отправить. Электронный адрес Деда Мороза. Дедмороз.ру. Ищите в интернете где-то. Конечно, ну я всем известен. Дед Душка. Дед Душка. Скажи, пожалуйста, что ты хотел спросить, вот забыл. Как обычный день может проходить. Вот видишь Деда Мороза и сразу все забываешь. Кронный адрес, елочки, елочку-то, дедушка, ты какую любишь? Вот, вот елочку я люблю пушистую. Пушистую. А лучше елочка или сосна? Нет, лучше елочка. Лучше елочка. Все-таки, да. Родняя она. Родняя она. Аккуратненькая, маленькая и вокруг нее ходить удобно. А то, знаете, сейчас... Короводам. Да. Наставят больших елей, идешь вокруг и не видно, кто там идет. Не видно, где Дед Мороза, где снегурочка. Конечно, поэтому я люблю маленькие елочки. А как же под маленькие елочки большие подарки помещаются? Так вот, представляешь, когда елочка вся засыпана подарками, разбираешь подарки, там еще и елочка. А под подарками там с елкой оказывается. Главное зажечь елочку. Вот сегодня, как раз 18 ноября, в Великом Устюге мы зажжем елку. И уже по всей стране будут потихонечку ставиться, наряжаться и гореть разноцветными огнями. То есть Дед Мороз дал отмашку, теперь можно. А вот вы, ведущий самого доброго утра на Первом Ярославском. Как готовитесь к встрече Нового года? Хотела спросить. Ну-ка, елочку подготовили. Как декабрь будет, так поставим у нас. Написали уже письмецо, там не отправили. Написали письмецо, ушло по почте России, извини. Дед Мороз, я тебе хочу признаться, каждый год я пишу тебе письмо. К сожалению, Михаил... Я ни одного ответа не дождался от тебя. Михаил, вот эта твоя просьба стать президентом России, к сожалению, пока в ближайшее время не исполнится. Дед Мороз, пролоббируйте, пожалуйста, все вопросы, которые... А вот, Катюшенька, хотела стать телеведущей, вот она и стала. Мои желания исполняются, потому что я к дедушке уважительно, дедушку люблю, к дедушке поближе сяду. И вот новенькая машинка будет тебя ждать, обязательно в следующем году. Спасибо, дедушка. Можно я тоже тогда поближе сядусь? А мешать тебе стишок. А мне нужна тоже новенькая машинка. С тебя стишок за новенькую машинку. Вот вы такие вот молодцы, ребятки. Но нужно сейчас вот знаете, что сделать? Так. Нужно спеть. Эээ... Да. Спеть самую мою любимую песню. Про елочку. Про елочку. Ура! Итак, ну давай, два, три, четыре. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была, ай, молодцы. На Первом Ярославском, конечно же, когда еще только 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, мы поем песню. Мне кажется, дедушка к нам не последний раз пришел. Еще придешь? Приду обязательно, приду. Ближе к Новому году. Поздравляю телезрителей, всех с наступающим. Пожелаем добра, счастья, любви. В общем, всего самого хорошего. Дедушка, самый-то последний вопрос. Сегодня, да. Мне вот интересно. Да. Новый год, день рождения, все понятно. А весь год-то как, что ты делаешь? Как твои дни проходят, будни? Будни проходят в тяжелых заботах. Потом, потому что все письма нужно прочитать. Так. Снегурочку нужно тоже воспитывать. Конечно, успевать, когда ты это делаешь. Конечно, да. Опять же, почитать люблю. Да, на рыбалочку летом. Доскоевский, горький. Толстого больше, видишь, где мы как-то с ним. Более. Да, да, да. По духу мне. Ну что ж, ребята. Ну что ж, дедушка, не будем тебя задерживать. Иди, дедушка, празднуй. А мы тебе тоже подарочек приготовили. Ой, спасибо. И с днем рождения тебя поздравляем не только мы, а вся наша творческая группа и режиссеры. Самое главное, звукорежиссер. Самое главное, звукорежиссер. И поэтому следующее. Про Пашку-то я не забыл. Пашенька, исполнится и твоя просьба, звукорежиссер ты наш, дорогой. Отлично. Вот такой добрый Дед Мороз. Доброе, самое доброе утро на Первом Ярославском. И для тебя специально, дедушка. Мы долго думали, что ж тебе подарить, решили клип это будет. Смотри и наслаждайся. Не фиксали моего любимого. Любимого, конечно. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова